Пожарная тревога. Идут учения в ЧС. Система оповещения в здании гостиницы уже включена. Экстренное сообщение звучит не только по-русски, но и по-английски. По замыслу учения охрана гостиничного комплекса попыталась одолеть пожар своими силами. Дежурная смена по безопасности во главе с начальником смены в составе группы быстрого реагирования с первичными средствами пожаротушения прибыла к месту пожара и приступили к тушению. Часть людей из дежурной смены приступила к эвакуации людей из здания гостиницы. Своими силами потушить нам не удалось, поэтому дождались пожарные расчеты и передали вразды правления тушением пожара им. Прибывшие спасатели застали на месте условного пожара непростую обстановку. С пятого этажа два человека просят помощи. Как поняли? Пока для спасения людей с высоты разворачивают коленчатый подъемник, газодымозащитники входят в задымленные коридоры, где помощи ждут еще трое. На свежий воздух статисты выводят в спасательных капюшонах. Маска. Днеет даже лучше, чем на свежем воздухе. Подача воздуха после угарного газа лучше намного. Приводит чувство. Намного легче. А между тем техника и люди к месту условного ЧП продолжают пребывать. Возгоранием в гостиницах, как и на любых других объектах круглосуточного пребывания, автоматически присваивается повышенный третий ранг пожара. Это подразумевает вовлечение в спасательные работы всех пожарных подразделений, находящихся в зоне транспортной доступности. В этот раз на подмогу прибыли даже огнеборцы из Знаменки Орловской. В ходе учений отрабатывались вопросы тушения пожаров в помещениях с наличием массового количества людей. Эвакуация людей с верхних этажей при помощи коленчатых подъемников, при помощи спасательных устройств с звеньями ГДЗС. Личный состав с поставленными задачами справился. Общая оценка данным учениям удовлетворительна. Впрочем, как говорят в госпожнодзоре, в реальности такой сценарий маловероятен. В противопожарном смысле гостиница оснащена как надо. Данные объекты оборудованы необходимыми системами и средствами противопожарной защиты, такими как системы автоматической установки пожаротушения, системы автоматической пожарной сигнализации, внутренним, наружным водоснабжением. Также обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения. Также имеется здесь и подпор воздуха, в тамбур шлюзы. Огнеборцы, кстати, сделали все, чтобы тренировка не нарушила распорядок дня постояльцев в гостинице. Ход учения пожарные подробно разберут на занятиях школы повышения оперативного мастерства. Иван Суверин, телеканал Первый областной.